Основное внимание сейчас приковано к событиям на востоке Украины. Вот уже шесть часов назад истек срок ультиматума, который Киев выданал участникам акции протеста, требуя освободить захваченные ими здания. Однако те на уступки не пошли. Более того, например, в городе Славянске, это Донецкая область, этим вечером собираются избрать, как говорят, народного мэра. Лидеры митингующих рассказывают, что находящийся до вчерашнего дня в городе глава Славянска Нелли Штепо перестала появляться на публичных мероприятиях и уехала из города. Изначально она поддержала сторонников федерализации. И Тартас со ссылкой на очевидцев передает, что манифестанты взяли под контроль военный аэродром, опасаясь переброски силовиков для подавления акции протеста. В восточных регионах опасаются попыток жесткого разрешения конфликта, однако из самой столицы пришли даже сообщения о том, что нынешняя власть Украины уже не исключает возможности проведения референдума. Правда, голосование предлагают провести в один день с президентскими выборами. И это то, что смущает сторонников изменения госустройства страны. Дмитрий Витов обо всем подробнее. Срок ультиматума истек в 9 часов утра. Но здесь у Донецкой областной администрации никто не разбирает баррикады и не собирается расходиться. Вот эти ребята провели здесь уже несколько дней и ночей. Почему вы не расходитесь с вашей целью и задачей? Знаете ли вы, что Аваков предложил вам сдать оружие? Мы знаем, что Аваков предложил сдать нам оружие, но у нас нет никакого оружия. Все наше оружие – это палки, которые мы находим, наши рабочие каски, в которых мы ушли с нашей работы, чтобы отстоять нашу республику. Собственно, наша цель – это отстоять Донецкую республику. За прошедшую ночь внутри и снаружи обл. администрации людей только прибавилось. Здесь развернут пункт горячего питания, медпомощи, играет музыка, время от времени кто-то выходит к микрофону, сообщают новости или читают стихи. Люди говорят, что готовы к любому развитию событий. Вместе мы с этой властью не будем, потому что пугает свой народ армией, которая тоже, кстати, народная. Он не имеет права. Кто он такой? Они пришли, захватив эту власть, тоже вооруженно. А вот теперь он меня пугает оружием. Пусть приходит сюда, мы ждем. Нас 400 тысяч шахтеров. И сюда выйдут все. Чтобы нас услышали, наши требования. Русский язык, республика – это самое главное. Нас никто не слушает. Новость о возможном проведении референдума по федерализации Украины никого не вдохновляет. Если он и состоится, то, как обещает Турчинов, одновременно с выборами 25 мая, а не до них, как требуют протестующие. Мы не против того, чтобы проводился референдум. Он, если парламент примет соответствующее решение, может пройти вместе с президентскими выборами. Мы должны стабилизировать ситуацию. Мы должны объединить украинцев не только при помощи силовых мер. В первую очередь мы ищем консенсус, который объединил бы всю нацию. При этом силовую операцию, направленную против жителей Востока, никто не отменил. На подходах к Донецку видели тяжелую технику, армейские БТР и пушки. У Славянска народным ополчением остановлены грузовики с боекомплектами «Град». Один такой снаряд может уничтожить целое село. Поэтому здесь люди настроены решительно. Сформировали отряды самообороны, блокируют въезды и выезды из города. Накануне тут силовики пытались разогнать протестующих. За вчерашний день к нам поступило трое раненых. Огнестрельное ранение и один больной с ножевым ранением. Ни сотрудники правоохранительных органов, ни военнослужащие. Это гражданские. Однако все чаще военные отказываются воевать с народом. Под Славянском целая десантная бригада перешла на сторону местного ополчения. Есть сведения, что именно поэтому в Центральной Украине некие спецназовцы разоружают милиционеров с Востока. Власти им не доверяют. Противостояние остается. И людей свели не мы. Мы любим Украину. Мы любим всю Украину. Мы любим западную Украину. Это нас ненавидят наши правители. И они сталкивают нас лбами. Сюда же в Славянск ознакомиться с ситуацией приехали представители ОБСЕ. Жители буквально выплеснули на них свое отчаяние. Я Славак из Братиславы. Я и поляк. И нас попросили, чтобы приехать в Украину и дать объективную информацию о том, что тут творится. Они первые начали это на все крови построить. Посмотрите, как они убивали дуркутят. Солдат-строчников, которым было по 18-20 лет, они погибли. Почему вы не даете объективного центра? Волна протеста накрыла уже огромную территорию. Сама Донецкая обл. администрация признает, что протестующих уже не менее 10 тысяч. Дружковка, Ждановка, Янакиево, Мариуполь, Краматорск, Кировская. Накануне вечером в Макеевке, что в 20 километрах от Донецка, милиция пропустила митингующих в здании горысполкома. Шахтеры предложили уволиться главе города, а сами намерены контролировать работу чиновников. Единственное, что мы добиваемся, это референдум, чтобы киевские власти прислушались к мнению Донбасса. Они пытаются нас задавить, запугать, ввести войска, пострелять. Но они не пытаются с нами разговаривать, не пытаются прислушаться к нашему мнению. В Горловке люди собрались, чтобы уволить начальника городской милиции. После того, как один из высокопоставленных офицеров, неясно, случайно или нет, сбросил с крыши активиста, пытавшегося водрузить российский флаг, люди захватили здание штурмом. Не обошлось без стрельбы. Между тем депутаты так называемой Донецкой народной республики сегодня в заблокированном здании обл. администрации провели совещание, где решали самые обычные, бытовые вопросы. Выплаты, пенсии, пособий, функционирование коммунальных служб. Всем сотрудникам отделов предложили выйти на работу. Несогласным уволятся. Люди пытаются обустроить свою жизнь без назначенных из Киева чиновников. Дмитрий Витов, Андрей Федоров, Первый канал, Донецкая область. В другом крупном городе Донбасса Луганские сторонники федерализации митингуют перед зданием местного управления СБУ. Требования все те же, проведение референдума и соблюдение прав русскоязычного населения. Днем активисты так называемого народного ополчения пришли к администрации Луганской области и выдвинули свой ультиматум региональным властям, которое передали губернатору. Люди призвали его не подчиняться киевским властям и потребовали до 13 часов среды определиться и объявить через местные СМИ, на чьей стороне областное руководство и военные. Все больше городов Восточной Украины присоединяются к протестному движению. Требования тысяч жителей Донецка, Харькова, Луганска, поддержало население Славянска, Мариуполя, Красного Лимана, Краматорска, Янакиево и соседние Горловки. Это ночи переговоры с местным руководством о неподчинении Киеву. Вели активисты в Кировске, Ждановке, Дружковке, Дебальцево. На подъездах к населенным пунктам люди возводят блокпосты на случай, если против них начнется силовая операция. В сообщении последних минут Владимир Путин с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в восточных регионах Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, поступают очень много обращений из этих регионов, адресованных лично Путину с просьбой помочь в той или иной форме, с просьбой вмешаться в той или иной форме. При этом, как отметил Песков, российская страна по-прежнему не получала ответа на послание Владимира Путина европейским партнерам относительно проблем, касающихся поставок газа через территорию Украины. Мы слышали заявление о том, что вроде бы есть идея какого-то консолидированного ответа, но де-факто пока ничего не получали. Цитирует пресс-секретарь президента информагентства. Напомню, что 10 апреля Владимир Путин направил письмо лидером 18 европейских стран, получающих российский газ транзитом через Украину. Ситуация на юго-востоке Украины сейчас в центре внимания дипломатов. О том, что объявленные ранее Киевом планы подавить протесты с привлечением армии и спецназа крайне опасны, могут подорвать процессы регулирования, заявил сегодня глава российского меда Сергей Лавров. По настоянию Москвы, минувшую ночью прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН, где постпред нашей страны призвал мировое сообщество не допустить развития силового сценария на Украине. Григорий Мельянов подробнее. Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам встречи с его коллегой из Судана превратилась в ответы российского министра на вопросы об Украине. Глава МИД дал понять, что если власти в Киеве бросят войска против своего народа, это подорвет перспективы четырехсторонней встречи с участием России, Украины, США и ЕС. Лавров добавил, что на угрозы Киева привлечь армию западные страны никак не отреагировали. Не мешает вспомнить, как насилие на Майдане, которое завершилось десятками и десятками жертв, называли демократией, а мирные протесты, которые сейчас проходят на Юго-Востоке, называют терроризмом и объявляют об использовании армии для проведения так называемой антитеррористической операции. Лицемерие просто зашкаливает. На прямой вопрос, что станет последней каплей, после которой Россия решится на силовое вмешательство, Лавров ответил не менее прямо. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины. Это противоречит нашим интересам. Там нет наших агентов, ни ГРУ, ни ФСБ. Нас упрекали в том, что это не так. Несколько раз. Если вы кого-то арестовали, предъявите. Они почему-то этого не делают. Вот сейчас говорят, что если будет четырехсторонняя встреча, мы там все предъявим. Ну, значит, им нужен скандал на четырехсторонней встрече, и значит, у них какие-то там откуда-то надерганные квазифакты. Если факты есть, не надо стесняться их предъявлять. Если стесняетесь предъявлять, значит, фактов у вас нет. Сомнительные истории с задержанием якобы российских агентов муссирует и Госдеп США. Там выдали новую порцию так называемых развенчаний, мифов российской пропаганды. И мифом номер один считают как раз то, что российских агентов на Украине нет. Правда, доказательства все те же, ничем реально не подкрепленные заявления украинских властей. Или вот, Россия утверждает, что этнические русские на Украине подвергаются угрозам. Госдеп утверждает, что и это миф. В доказательства приводят опрос, проведенный Международным республиканским институтом. На самом деле, эта организация давно и тесно сотрудничает с Госдепом, так что в беспристрастности источника можно усомниться. Институт называют в числе вдохновителей цветных революций, а возглавляет его для полноты картины небезызвестный сенатор Маккейн. Стоит ли говорить, что угрозы украинских политиков в адрес русскоязычного населения то вешать, то сжечь ядерным оружием Госдеп не заметил. В таких условиях дипломатические инициативы России кажутся усилиями за гранью возможного, но они необходимы. Консультации Совбеза ООН по инициативе нашей страны собрали в воскресенье вечером. В попытке донести до Киева силовой вариант не решение проблемы. Впрочем, как стало ясно из выступления украинского постпреда, нынешние власти считают тех, кто не согласен с их политикой, просто бандитами. Виталий Иванович, вы сравнили ситуацию в декабре-январе с нынешней ситуацией. Давайте вспомним. Тогда народ выступил против бандитской власти, а здесь бандиты выступают против народа. Есть разница? Вы слишком легко свой народ называете бандитами. Слишком легко. Вот те, кто правый сектор, и те, кто вот сейчас говорит, что их надо только убивать, это не бандиты, это, вероятно, этакий политический бомонд сейчас в Киеве. А те, кто протестует в восточных регионах Украины, ну разве они без подсказки России могут протестовать? Постпред США Саманта Пауэр снова искала руку Москвы. На сей раз доказательство георгиевские ленточки, словно это главный отличительный признак российского агента. Вы слышали о том, что на восточной Украине нет российских войск, но факты таковы, что многие вооруженные отряды одеты в армейское камуфляжное обмундирование, без знаков различия. Многие носят георгиевские ленточки, которые ассоциируются с российским днем победы. Некоторые, в том числе и в этом зале, упорно не желая видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в событиях на юго-востоке руку Москвы. Хватит это делать. Пора понять, что на юго-востоке Украины народ глубоко встревожен за свое будущее. Не хочет, чтобы кто-то, а тем более оголтелые национал-радикалы, навязывал ему свою волю. Силовой сценарий, по словам Чуркина, в голове у кого-то в Вашингтоне. Если Киев поднимет армию, виноваты будут его западные покровители. Вот представитель Соединенных Штатов упомянула, что вице-президент Байден поедет на Украину каждый 21 апреля. А может быть он, не дожидаясь 21 апреля, а прямо сейчас, снимет трубку и позвонит господину Турчинову, как он неоднократно звонил президенту Януковичу до 21 февраля. И скажет господину Турчинову то же самое, что он говорил господину Януковичу. А говорил он, как об этом сообщала пресс-служба вице-президента, ради бога только не используйте силу. Уберите, уберите ваши силовые структуры из центра Киева. Помимо консультации в Совбезе, Россия также инициировала спецзаседание ОБСЕ. Оно проходит в эти минуты. Григорий Емельянов, Нина Эшба, Первый канал. Незадолго до нашего эфира стало известно, что то самое газовое дело, по которому была осуждена Юлия Тимошенко, официально закрыто. Такое решение принял Верховный суд Украины с формулировкой «за отсутствием события преступления». Адвокат экс-премьера страны сообщил на пресс-конференции, что точку в этом деле Верховный суд поставил во время совместного заседания всех палат, по этим данным, на которые ссылается Интерфакс, из 48 судей за закрытие дела были 42. Напомню, Юлия Тимошенко в октябре 2011-го была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в январе 2009-го года, когда была премьер-министром. После зимних событий в феврале этого года она вышла на свободу и баллотируется в президенты на выборах 25 мая. Субтитры создавал DimaTorzok